Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях врач спортивной медицины, мануальный терапевт, нейролог, доктор Владимир Демченко. Всем привет! И мы, собственно, находимся в клинике Демченко, соответственно, где я сейчас прохожу поддержку. Что значит прохожу поддержку? Друзья мои, я начну, потом Владимир продолжит, но самое главное, что я хочу вам сказать сейчас, это то, что если вы начнете заниматься спортом и будете делать это правильно, то есть правильно разминаться, у вас нет никаких проблем, то первое время никаких проблем и не будет. Но даже если вы полностью здоровы, у вас ничего не болит. Вы будете повышать свой уровень, ваши рабочие веса будут расти, ваши мышцы будут расти. И когда вы станете большим, накачанным, рано или поздно у вас обязательно что-то начнет болеть. Это не потому, что вы плохой или ваша программа тренировок неправильная, потому что любой механизм, если не делать ему профилактику, он изнашивается. И наши суставы, к сожалению, тоже. Наш связочный аппарат тоже. Поэтому обязательно у каждого спортсмена, неважно, тренер, спортсмен, если он регулярно тренируется, должен быть свой вот такой человек, которого очень тяжело найти на самом деле, который может ответить на те вопросы, которые не знает даже тренер. Ты согласен со мной? Да, спортивная медицина – хорошая вещь. Да, и сегодня я хотел бы задать вопрос, на который спорят все спортсмены, причем до такой степени, и спор идет уже десятки лет. И может быть ты, как человек, который глубоко изучал анатомию, собственно, спортивный врач, к которому приходят люди приседающие, приходят люди с коленями. Может, ответишь на вопиющий вопрос? Приседания. Какие более правильные, какие более безопасные? Выше параллели, параллель или в пол? Естественно, тяжелоатлеты кричат только в пол, потому что, если вы присядете в параллель, вы как бы остановите движение. И чем вы будете его останавливать? Своими связками, своими суставами. Вот тут они у вас и получат износ. А внизу вы, естественно, преодолеете всю амплитуду, отпружините, как положено, сыграете и встанете. Лично моя точка зрения, что тяжелоатлеты все-таки неправы, потому что отбирают очень гибких, с хорошей мобильностью, с определенным ростом. Но для кого-то моего авторитета недостаточно. Я бы хотел спросить тебя, поподробнее эту тему разжевать. Хорошо. Давай с точки зрения, опять же, реабилитации немного зайдем на этот вопрос. То есть, понятное дело, что если человек гибкий, у него очень хороший объем движения в суставах, он очень молодой, у него достаточно длины мышцы, то, скорее всего, силовое движение в полной амплитуде может быть даст даже больше эффекта от упражнения. Чаще всего ко мне все-таки попадают больше спортсмены-любители, которые, скажем так, в 30 лет они поняли, что денег заработал, хочется заработать красивое тело себе или здоровьица прибавить. И с этой точки зрения мы можем выделить две основные двадцатых момента. Первый. Вот если посмотреть на модель, у нас вот здесь вот передний блок коленного сустава представляет собой сухожилие квадрицепса, поднятие квадрицепса бедра, которое переходит в собственную связку надколенника. По большому счету это на самом деле единый пласт и надколенник это просто кусочек затвердевшего сухожилия. И что происходит при приседании? Когда мы начинаем приседать, вот здесь сухожилие начинает растягиваться и идет продольное вытяжение по вектору сухожилия примерно до 90 градусов. Вот примерно до сюда. Что происходит дальше? Если у нас, как ты видишь, сухожилие крепится ниже вот этого бортика, плата большеберцовой кости, если мы начинаем уходить в отрицательный угол, к сожалению, модель не может далеко уйти в отрицательный угол, то у нас кроме растяжения на сухожилие появляется новый вектор давления. То есть фактически у нас начинается давление плата большеберцовой кости на сухожилие изнутри. И у нас получается два вектора. Один растягивающий, другой вектор давления изнутри. И вот этот вектор давления изнутри довольно часто повреждает собственную связку надколенника. И у нас бывают частичные надрывы, перерастяжение собственной связки надколенника именно из-за появления нового вектора изнутри. Это первый момент. Для того, чтобы этот вектор, скажем так, сильно не влиял, должна быть очень хорошая эластичность передней поверхности бедра, что очень часто у спортсменов силовых видов спорта бывает нарушена. Вообще, в принципе, с эластичностью бывают проблемы. Потому что все активно закачиваются, очень мало кто разминается и растягивается. Вот. Это первый момент. И второй момент. Это то, где мы в основном получаем травмы. Дело в том, что большая часть спортивного травматизма суставов происходит в крайней точке мобильности. То есть, особенно это хорошо заметно с коленом и с плечом. То есть, фактически, большая часть травм, то есть, это где-то вот здесь, вот здесь, то есть, вот здесь. То есть, когда уже плечо дошло до конца, и вот в самом конце амплитуды происходит проблема. Почему? Потому что для того, чтобы двигаться в средней амплитуде, у нас кости могут стоять неидеально, связки могут быть неидеальной длины, мышцы могут работать неидеально. Потому что вот в этом моменте всегда есть запас хода. Для того, чтобы прийти в самый-самый конец амплитуды, сустав должен быть просто идеальным. Вот если он неидеальный, то обычно как раз-таки в конце амплитуды можно получить травму. Особенно это будет травма медиального мениска. Я думаю, что все знакомы с такой у себя историей МРТ, как разрыв медиального мениска. То есть, когда мы уходим в полное-полное-полное сгибание, мы начинаем очень сильно сдавливать медиальный мениск. То есть, кроме связки, кроме проблемы со связкой, нагрузка на мениск тоже повышается, чем ниже ты к полу, да? Да. И у меня очень частая травма, когда спортсмен, особенно не сильно разогретый, уходит в резкое приседание вниз. Или это прыжок, или это резкое приседание вниз. Дальше щелчок, нога опухшая, и все приключения с мениском, которые у нас могут быть. Поэтому, в принципе, в идеале до 90 градусов это более безопасно для коленного сустава. Если же ты давно занимаешься идеальной техникой, то у тебя все идеально и все красиво, то можно постепенно наращивать амплитуду. Но, опять же, по крайней мере, нельзя резко сваливаться, особенно с весом, в край амплитуды. То есть, очень важно контроль держать до самого-самого конца амплитуды. Потому что вот некоторые спортсмены, они как бы проваливаются в конец амплитуды. И вот именно в момент провала можно ущемить мениск. Вопрос. Параллифтеры делают такую пружинку, в бинты срабатывают. Они заматывают колено бинтом, вот таким вот бинтом. И они примерно ниже параллели. Можно сгибать, да, не сломаются. Надеюсь. Вот где-то здесь вот. Сыграл, да? То есть, не очень глубоко, но ниже параллели. Но не так, как штангисты. И встал. Вот этот момент... На инерции. Немножко, то есть, я покажу, мы вклеим. Но есть такое, что немножко подпружинил. А я всегда старался садиться медленно, быстро вставать. Но иногда тоже чувствовал этот момент, особенно в бинтах, что если это не глубоко, такое небольшое подпружинивание, срабатывание в бинт, как ты думаешь? Я понимаю, что это немного не по медицинской части. Я думаю, что это, скорее всего, звучит не очень опасно. Особенно, если это подпружинивание подконтрольное. Потому что у нас большая часть травматизма происходит вне контроля. То есть, когда ты что-то делаешь, что от тебя не зависит. То есть, это либо игровые виды спорта, либо батуты, либо еще что-то. То есть, тело что-то делает, ты не очень контролируешь ситуацию. Если ты четко знаешь, что у тебя эта амплитуда в колене есть, ты немножко подпружиниваешь подконтролем, то я думаю, что какого-то сильно дополнительного травматизма не должно быть. Даже читинг должен быть подконтрольным. То есть, у новичка это нельзя читинговать, потому что у него это неконтролируемо. Он травмируется. Опытные спортсмены все равно используют инерцию, потому что они уже контролируют. Значит, чтобы уже поставить все точки над «и». Все-таки, вот тяжелоатлеты, которые топят за, называется, жопой в пол. Жопой в пол, прошу прощения. Вот. Они вот говорят, что вот я так приседал, и дед мой так приседал, и прадед, все штанги стоят, уже сто лет так приседают. Я посмотрел статистику травм тяжелой атлетики, травма колена на втором месте идет среди всех травм после травмы позвоночника. И вот, возможно, это связано с тем, что несмотря на всю их подготовленность, на всю их генетику, все-таки такой глубокий сет, вот в отдаленной перспективе, вот если ты штангист, но ты хочешь, чтобы у тебя колени там после 50 лет работали, может все-таки перейти на вот такую умеренную амплитуду стоить. Но особенно, если ты не выступающий спортсмен, и тебе это не требуется по профессии, по твоей, я думаю, что имеет смысл немного ограничивать себя. Потому что недавно писал статью про паролифтера, который сейчас выступает в 80 лет, но уже не приседает, только жмет. Потому что колени уже ему не позволяют. То есть, видимо, он там уже все сделал, да, этими делами. Хорошо. Значит, в таком случае, друзья мои, обязательно заходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал моего доктора, Владимира Девченко. И обязательно смотрите следующее видео, которое выйдет на моем канале, где мы уже рассмотрим, с какой техникой приседать, использовать ли бинты, использовать ли наколенники. Спасибо, друзья мои. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok